Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Армянская община Милана и Западная Армения. В Армении стартовала предвыборная кампания выборов Национальный совет. Напряженная ситуация во Франции. По данным сирийских СМИ, 107 человек получили ранения в результате химического нападения в Алеппо. После авианалетов Международной коалиции на жилой район ДРС Зора 14 человек были убиты в одной семье. Самая большая гидроэлектростанция на реке Тигр почти готова. Армянская музыка, долма, хориса и вино. Вечер, посвященный армянской культуре, состоялся в населенном армянами районе Шишли в Константинополе. Армянская община Милана под эгидой своего президента госпожи Марины Мауэни пригласила президента Национального совета Западной Армении Арменака Абрамяна и почетного консула Западной Армении в Женеве Симона Таруняна представить доклад Западной Армении и столетия Первой мировой войны. Армянская община Милана состоит из нескольких сотен семей, объединяющих в Касса Армения или Армянский дом, организующих встречи, концерты и конференции. Господин Абрамян за полтора часа представил собравшимся создание Восточного легиона и условия участия армянских добровольцев. Рассказал о правовом статусе Западной Армении, вытекающем из конвенций Парижа, Версаля, Лондона и Сан-Рема, и коснулся сегодняшней борьбы за подтверждение прав армян Западной Армении. Аудитория была очень удивлена разъяснениями и задавала вопросы более часа. Собравшиеся спрашивали об Западной Армении и международно признанных способах защиты их прав сегодня, а также о различных способах применения этих прав, об их участии в спорте, за национальную футбольную команду, так и через национальный хор Западной Армении. В понедельник в Армении стартовала предвыборная кампания, предстоящая 9 декабря внеочередных парламентских выборов. Агитационная кампания продлится 12 дней и завершится 7 декабря. Согласно обнародованным в ноябре 2018 года данным, правом голоса в Армении обладают 2 млн 574,916 тыс. граждан. В выборах участвуют 11 политических сил, блоки «Мой шаг» и «Мы», партии «Процветающая Армения», «Просвещенная Армения», «АРФД», «Республиканская партия», «Национальный прогресс», «Оринацьеркир», «Саснацерер», «Решение гражданина», «Христианско-демократическое возрождение». Согласно Конституции, Национальное собрание избирается сроком на 5 лет. Депутатский корпус состоит из 101 парламентария. Мы потрясены заявлением президента Макрона 31 октября, когда он в интервью с Уэст-Францией сказал, что в период, в котором мы живем, похож на военный период. Было нецелесообразно подчеркивать милитаристическую ситуацию во время этого заявления. Через 15 дней после 11 ноября 100-й годовщины перемирия «Шанс-Элизе» оказалось, что в этой же взрывоопасной ситуации. После нетактичного шага президента Макрона в столетие прекращения огня, Западная Армения не хочет подобного насилия во Франции, отметил Арменак Абрамян, председатель Национального совета Западной Армении. 24 ноября люди с желтыми куртками двинулись в «Шан-Элизе», чтобы их голос был услышан. Однако парижский митинг превратился в гражданскую войну, вызвав столкновения между некоторыми группами и полицией. В равной степени многие мирные мероприятия проводятся по всей Франции. Мероприятие, проводимое в Париже, должно было проводиться на Марсовом поле возле Эйфелевой башни. Но большинство из 8 тысяч митингующих, представленных во французской столице, предпочли более символическое место, демонстрируя свой гнев против повышения налогов на топливо. По подсчетам министра внутренних дел Франции, утром около 5 тысяч человек собрались в «Шан-Элизе». Чтобы присоединиться к площади согласия. Однако начались столкновения между некоторыми демонстрантами и полицией. Для подавления митингов использовали слезоточивый газ и водяные пушки. «Мы мирные демонстранты и видим, как они принимают нас в Париже», заявляет 49-летний демонстрант, который пришел из Изриэр женой. Некоторые демонстранты исполнили государственный гимн, а другие держали плакаты «Макрон, уходи» и «Макрон, вор». По данным полицейского управления Парижа, 8 протестующих были арестованы. Демонстранты в Париже намерены оказать давление на исполнительную власть, которая, по их мнению, не обращает внимания на их требования. Были распространены заявления в социальных сетях. «Желтые жилеты» хотят встречи с премьер-министром, а также с министром экологических изменений, в ходе которого группа граждан сможет обменяться своими мыслями с властями. Правительство Макрона известно своей политикой, благоприятной для бизнеса. Отметило, что рост цен является мерой против зависимости и загрязнения ископаемого топлива. Сирийские международные СМИ сообщили, что в Алеппо в субботу во время химической атаки были ранены 107 человек, в том числе женщины и дети. Предполагается, что атака произошла с использованием газообразного хлора. Администрация президента Сирии Башара Асада утверждает, что вооруженная оппозиция ответственна за химическую атаку, а вооруженные группы, в свою очередь, обвинили сирийскую армию. Генерал-майор Игорь Коношенков, пресс-секретарь Министерства обороны России, сказал, что они отправили группу российских экспертов для изучения ситуации в Алеппо. При использовании химического оружия Организация Объединенных Наций обвиняет сирийское правительство и вооруженные группы. Ситуация в Сирии резко обострилась в последние несколько дней. Месяц назад по меньшей мере 9 мирных жителей были убиты, в том числе женщины и дети, в результате военной операции, начатой сирийской армией по соглашению о создании зоны демилитаризации в Идлибе. ВВС коалиции во главе США нанесли удар по населенному пункту Эш-Шаафа в сирийской провинции Дер-Эс-Зор. Как сообщило в воскресенье агентство САНА, в результате случившегося погибли не менее 14 мирных жителей. Согласно информации источников агентства, все погибшие были членами одной семьи. В настоящее время крупнейшими инфраструктурными проектами в регионе являются водохранилища Ес-Эль-Су и ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанцией, построенной на Тигре. На строительство ГЭСа между провинциями Мордин и Шернак было выделено около 8 млрд лир, около 2 млрд долларов. Объем водохранилища составляет 10 млрд кубометров. Высота плотины составляет 135 метров. Мощность гидроэлектростанции 1200 мегаватт, 6 турбин мощностью 200 мегаватт. Более 90% строительных работ завершено. По некоторым данным, он также готов к процессу заполнения воды. Руководство армянно-населенного района Шишли в Константинополе организовало Вечер армянской культуры в одном из культурных залов района Ферикёй в рамках инициативы «Культура смотрят друг на друга». Об этом передает периодическое издание «Айтерт» в Константинополе. Отмечается, что в вечере приняли участие многочисленные художники, интеллектуалы, общественные деятели и просто жители Шишли, представители армянских, турецких и других народов. На мероприятии, которое было начато с армянских музыкальных представлений, гостям были розданы долма, топик, хариса, вино и сладости. Проводились дискуссии по армянской культуре и традиции. Представлены книги, опубликованные по армянской тематике. Известно, что в рамках инициативы культуры «Смотрят друг на друга» руководство Шишли собирается организовать специальные вечера, посвященные греческим, еврейским и оливийским культурам в течение следующих четырех недель. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Ван». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok